Ну что, ребята, всем добрый вечер, всем здравствуйте! У нас стартует, наконец-то, третий игровой день на Unique Professional League. У микрофона, как всегда, Руслан Матшоу и Евгений Айлеем. Женечка, здравствуй, дорогой! Чатик, вам привет! Приветик, приветик, нихао! Ну, не как всегда, на самом деле. У нас постоянно меняется комментаторский состав, и когда какой-то финал какого-то турнира, лан, у нас еще и аналитики меняются каждый раз, иногда даже свапаются. Аналитики садятся на места комментаторов, комментаторы садятся на места аналитиков. Но у нас начинается первая игра сегодняшнего дня, и разлеточка. Разлеточка! Значит, самолетик отличный, замечательный, диагональный, слева-снизу, вправо-вверх летит. Разве что Жоржик недоступен. До него аж 2,5 квадрата нужно лететь, а до верхнего Жоржика аж 3 квадрата. Действительно, очень далеко. Нужны тачки, либо... Не, подраскрывшись... Не-не-не-не-не-не-не. Подраскрывшись лететь ошибка до Жоржика, слишком много времени на это уйдет. И вот, ребята из Unique, собственно, поступили суперкруто. Упали все так же на береговую линию возле моста. У Na'Vi там небольшая потасовочка собирается. А в VG упали в прим. Вот это интересно, вот это интересненько очень. Ну, знаешь, Жень, зная команду AVG, они, в принципе, сейчас будут играть у нас от спота под названием Жарки. Как я понял, ну, конкретно касаемо нашей лиги. Вот, ну, Жень, я думаю, ты понимаешь, что до Жара как бы не добраться. Да, Жарки супердалеко на этом самолете были. Да, то есть у нас тут два квадрата, грубо говоря, надо было лететь до Жоржика. Там неважно, верхнего или нижнего. А тут еще до Жарок. Но в любом случае, AVG на Приморске, в принципе, прыгнуть под самолет никогда не ошибка. Я вижу, как Na'Vi уже начинает немножко напрягать у нас своих оппонентов из Norbert на починках. Recreant дал первый ног, правда, гипсейдинга уже спасли. Опять же, Na'Vi прыгнули, в принципе, по своему дефолту. То есть разделили починки напополам. Молодой на своей линии, в центр прыгнули. Батулин и Садовник, Recreant на треугольник прыгнул в Соло. Ну, и стоит также сказать, что Norbert и, в принципе, тоже все правильно сделали. Правда, я вижу то, что у DMC небольшие проблемы. Он уперся в текстурку. И если молодой сейчас выйдет в Open Field, ну, или как-то пикнет со второго этажа, он может увидеть изи-фраг. На самом деле, Плюксор, может быть, тайц найти какие-то смоки, чтобы как-то прикрыть своего тиммейта. Потому что, скорее всего, DMC просто банально вылетел. Ну, бывает такое, в принципе, но пока что ему... Вернулся, вернулся, вернулся в игру. Задвигался, я вижу. Видно было, что задвигался, да, подразвернулся. А молодой успел заспалить. Да, Вадим успел заметить. Кстати говоря, ног дает с карабина. Ну, в принципе, по АФК стоящему человеку ничего сложного. Идет, возможно, Вадим сейчас забирать у нас первый килл. Хотя DMC уже ползет, Вадим это видит. Но тут, к сожалению, первые потери для Норботов. На ровном месте у нас погибает DMC. Что у нас по тачкам? Обычно на починках ребята забирали у нас из гаража Досю. В этот раз Доси у нас нету. Либо ее уже перепарковали. Нет, убегает пешком. Значит, скорее всего, без транспортного средства. Na'Vi уже, в принципе, поджимает. Поджимает очень сильно. И Садовник, Женя, Брати, может заспотать вот это перемещение. Он пока что, правда, с Юмпом только бегает. Но ничего страшного. За спиной миник у Сада. Вроде как с Х2. Ну, то есть нормально. Аппарат для начала игры хороший. Ну, так лег. Слушает. Возможно, пытается собрать какую-то информацию. Но убежали уже ребята. Первый круг у нас падал на Сталбер. Я думаю, что камбэки сейчас довольны. Этой ситуацией спокойно там будут подлутывать. А в ЭГ, в принципе, так же, как и команде РД, так же, как и команде Юник, да и Тим Спиритом, возможно, предстоит какая-то совместная ротация. Ну, мне кажется, РД поедут куда-то через верх. Они, я думаю, имеют понимание, что снизу под ними лутаются минимум две команды. И крутить куда-то на южную часть белого круга, ну, это такое себе. Это чревато серьезными последствиями. Вплоть до отлета в лобби. Согла-ен. Ну, вот кружочек, на самом деле... Опа! У нас в кружочке-то появился дроп. Упал дроп на воду. Но недалеко от береговой линии. В принципе, претенденты на этот дроп у нас команда Камбэк. Которая как раз вот дает самые камешки. Аук в дропе. Ну, мне кажется, ребята не заметили, поскольку там камбэки дальше проезжают. Они не увидели дроп. Просто катаются в центре куга. Твоих тачках. Спириты. Поехали. Юники тоже задвигались. Причем спириты так довольно разные едут. Кива что-то притормозил. Еще полутать что-то. Правда, ты уже далеко уехал, Жень, посмотри. Да. Заехал в лесочек. Сейчас почекает кемпы. Вот смотрит на кемп Ликвид. Видит то, что там все закрыто. Тачек припаркованных нет. Смотрит куда-то направо. Ну так. Буквально вот 5 секунд фокуса в один кемп. И возможно именно туда сейчас команда Спириты будет заезжать. В принципе, тайминги относительно хорошие. Вот я заметил 5 минут. И команды уже выдвигаются. В принципе, коэффициент лута у нас сейчас очень высокий. И ты можешь залутать маленький какой-нибудь кемпик. Вот, например, к Дикиевой сейчас бегает. И у тебя будет там все, что тебе надо. Вот у него карабин, по-моему, с четверкой и 416. Это хорошо. Это правильно. Это правильно. Так и должно быть. То есть, эту систему все киберкотлеты, все киберспортсмены, все киберсолдаты хотят и на пабах тоже. Поскольку так играть действительно проще и интереснее. Это самое главное. Уже никто не играет в PUBG, как в какой-то выживальщик. Все играют в PUBG, как в суперэкшеновую игру. Все хотят файтиться. Тем более, что ничего нет такого страшного умереть в виртуальном мире. Абсолютно ничего страшного. Ну да, сейчас вот эта ценность именно киллов очень сильно возросла. И многие команды уже потихоньку привыкают к этому. Что да, лучше пофайтиться. Попытаться забрать, ну, грубо говоря, можно потерять одного-двух. Но при этом забрать 4 очка, которые очень сильно будут решать когда-нибудь. Потому что, ну, у нас вообще в принципе, если смотреть по плейсменту, я опять же ребятам напомню, очки даются, начиная с 8-го. То есть за 8-е место вы получаете всего одно очко. То есть если вы, грубо говоря, пофайтились на старте, сделали 4 кила и потом, грубо говоря, погибли какими-нибудь там 12-ми, 13-ми, то вы минимум заработали как минимум 4-е место, если считать по плейсменту. То есть, типа, ну, это круто. Да. Согласен тоже с этим заявлением. Интересненько ребятушки расселись внутри круга. То есть талбер, камешки, вообще никто не хочет сидеть. Не верят, не верят в эти зоны. У меня сейчас такая страшная картина была на экранах. Я сейчас летал возле Диггера, и у меня резко под картой появился Леша Ануктив. И начал по кому-то стрелять. Ну, бывает такое, веселящий обсервер. На самом деле сейчас я частенько наблюдаю такое, что... Ну, даже вот реплей, банально смотришь там своих игр, и у тебя появляются игроки какие-то под картой. Ну, вот у нас появился Леша. А Леша Ануктив у нас вообще где? Он далеко. Команда ВГ сейчас в районе гадки делает ротацию, так же, как и РД. Юник поехали через низ, как и Спириты. Спириты, кстати говоря, посмотри, уже начинают буриться дальше. Проезжает мимо Диггера и мимо Милки ВФ, которые сидят на трамплинах. И очень далеко, я так понимаю, пытаются... Убийца у нас утонул. Интересно. Он тоже подвылетел и как-то оказался в воде под мостом. О, и Спирита все-таки начинает усиленно обрабатывать. Есть у нас ног по Радуге. Радугу здесь точно добьют. Хорошая стрельба. Тратима с мини-ка. Тем временем Финик у нас работает по Компот Трэшу. Очень такой... Женя, обратите внимание, какой сильный сплит у Милки ВФ. Два игрока у нас на трамплинах и два игрока на горе, которые у нас возле Липовки. И Финикс сейчас пытается добить нокнутого Компота, стреляет в смоки. Мэлман там своего тиммейта вроде как спасти хочет. Вернее, не Мэлман, а Самса, прошу прощения. Да и Мэлман тоже, в принципе. Втроем тут торнадо. Да, тем временем Оффстринг вообще нокнул к Стима, который с леса заходил и пытался спасти своих тиммейтов. Вот так вот. Слушай, ну если бы и к Стим прошел бы чуть глубже, он бы мог нормально прикрыть своих тиммейтов. Сейчас за что делать торнадо? Тачка без заднего колеса. Что, неужели поедут? Ой, без двух колес нет. Без вариантов. Нужно как-то через смоки, может быть, отступать в район Липовки. Хотя бы уйти там за небольшой пригорок. Потому что втроем тут... Я не знаю, что нужно делать. Там уже углы создаются. От Остринга и Финика. Все очень плохо для торнадо. Действительно плохо. Но дальше угол не смогут создать. У Финика все. Это крайняя позиция, откуда он может стрелять. А Острингу, чтобы продолжать создавать угол, ему нужно перебегать через дорогу. Либо правее давать, значительно сильнее. То есть метров на 50 пробегать. Это уже рискованно. Можно упустить превосходство. Превосходство. Ребята. Мелман, Самса, Компотресс убегают просто на берег. Тут есть такая ЛГшечка. Довольно большая у берега. Ребята разлеглись и пробегают в сторону береговых скал. Как это делает Мелман. В Юниксе временем увидели то, что освободили им трамплины. Заехали туда, на южную часть круга. Обрабатываясь сейчас у нас ПВЕшников. По Оззи очень много дэмэджа влетело. Но Оззи спокойно проезжает у нас дальше. По нему работает и Стендин и Дрейни. Сменик у первого СЛРочка, у второго. Зона у нас новая. Мы видим, чуть-чуть ушла вверх. И, Жень, и посмотри, что слева будет сейчас твориться. Бестолыч будет работать по ОВГ. У Бестолыча, правда, половина ХП. Только-только, видимо, он выехал из круга. Джаст Вай, тем временем, немного от Компота. Все те же перестрелки в районе Липовки. Ну и Бестолыч тут дожидается своих тиммейтов. АВГ поехали куда-то дальше. Самса погибает. Погибает Мелман и зарабатывает очки за Компота. Адоузи, принимайте временем Азверина. Ануктив принимает решение выйти. Ионика... Ну, да, тачка на такой никуда не уедешь. Взорвал ее сразу же. Пин тем временем сбил Бестолыча. Холосенпай, но это Ануктива. Ну, минус 2 в стане команды АВГ, РД. Ну, вот только Ног на Бестолыча получили. Ну, это такое. Это такое. Все-таки у нас здесь есть Friendly Fire. Может быть, некоторые ребята... Знаешь, когда много играют в Faceit, где как раз-таки Friendly Fire нету, можно как-то и в турнирной игре про это забыть. Такой был. Ну, нет, нет, нет. Забывать, конечно же, не стоит. Холосенпай в дымах. Ищет Оника. Лул. Лау. Пипега. Что, он не может его найти? Не может найти. Но Оник в любом случае умирает. Тут, как ни крути, Максизор и Снупик не смогут помочь снимать. У Сталбера у нас какие-то пострелы, пострелушечки. Я смотрю, как Нави тут катаются. Юнити здесь же. На звери... Снупик у нас и Максизор заехали в Гарик. Под ними в Кимпе как раз-таки все те же ребята Норбат. Садовник там чуть-чуть задерживается. У Нави получается... Что? Два транспортных средства. Да, рекрент заехал первым. Заехал на деревянные будки. Садовник на дачу везет и Вадима, и Сашу. Батулина. На дороге, кстати, над ними встали РД. И РД сейчас слышат этот заезд. И я вижу по траектории движения Адоузи и Пина, что они, возможно, хотят посмотреть. А кто это там к ним заехал? Может быть, какие-то клички даже забрать? В принципе, два уже есть. Почему бы нет? Новый круг. Шифт вниз. Большинство Тимок уже. Круги находятся... Снизу есть свободные места. Слева есть свободные места. Там ангарчик с какими-то севдобудками. Но туда уже заехали Норбат. Начали стрелять Ред Даймонды по Нави. Пора дамажили рекрента. Продамажили на пол ХП. И продолжают дальше напрягать. Адоуз со своего мини-14. Тут юники пушат будку. Фрэш Сэй сидит в туалете. Серьезно у него проблемы. Там Дрейнис вместе с Тестендином. Правда, Слайфокс и Тратим издалека помогают. Фрэш Сэй упирается прямо в Дрейниса. В итоге Дрейниса он нокаит. Дрейниса сразу добирает. В Смоках он просто вышел на Свята. Свят явно такого мува не ожидал. По Стендин очень много дэмэджа залетает со всех сторон. Фрэш Сэй будет продлевать в будке Смоки. В итоге Стендина нокает диггер. Гипсейдинг отвечает ноком по Тратиму. Плейвизми в камнях. У плейвизми проблемы. И это тяжелая ситуация для Юник. В этой ситуации плейвизми остается один. Не удалось запушить одного игрока в будке. Но Фрэш Сэй хорошо сориентировался. Закинул Смок под себя. Смок просто закрыл всю будку. Весь обзор. Ну и там он просто вышел на Свята. Просто уперся в него. И просто там буквально по голове попал две пули. И все. Сразу же. Джи-Джи. Овстринг немножко прикалывается над спиритами. Ставит хэдшот. М24. Но и те, и другие находятся в круге. Однако, ребята, Милки Уэй на краю. Почему-то отдали правой верхней кимпы. Очень хорошие места. Опять же таки, видимо, потому что на краю круга. Но справа вообще фулл поле. Там просто ничего нет. И как будут ребята совершать какие-либо передвижения, немного непонятно. Нави в плохой ситуации. Нави не дают зайти фарзы. Постоянно настреливаю. Там греша не. Только так струляет со своей СЛРКИ. С x6. Компенс. Чечка. Ты посмотри. Нормально отдел. СЛРКИ. Так, там я видел, как Снупик смотрел в кемп. Где сидела команда LXG. В итоге Снупик досмотрелся. Его наказывает у нас команда LXG. И команда WG остается в представительстве только Макси Зора. Нави тут с горя пополам на Ясную Поляну добрались. Кстати говоря, транспортные средства они вроде как свое... Ну, как сказать, засейвили. Оставляют его за зоной. То есть уже принимается, скорее всего, решение играть пешком. Но Ясная, уй, какая зона. Ты посмотри, зона уходит из Ясной Поляны. Двигаться придется пешком. Либо нами просто вернуться. Но вчетвером на одной тачке куда-то ехать. Хотя, в принципе, если посмотреть... Жень, внизу под ПВЕшниками есть минимум два свободных таких вот мини-кемпика. Трешка и гараж. Вот я вот прям под дигером, если посмотреть. И чуть правее еще один дом-гараж. И на самом деле, вот первые ребята, которые сюда заедут... Ну, как минимум, тут возле второго, правда, чьи-то баги припаркованные так по красоте. Вот я люблю такие парковки прям на крыше. Плавизми Нокайт Вортекса. Вортекс зашел к нему прямо вот в камне. Слайфокс и Фрэшсэй остаются в будке. Фарзы занимают деревянный домик в поле. Очень тяжелый. Юнити заехали на бабочки. Ну и Нави. Вот у них сейчас только одна опция. Судя по тому, что они делают, скорее всего, будут пытаться выбивать именно кемп, где сидят Юнити. И, судя по Нокам, им может без проблем достаться этот кемп. Посмотри, там Золтерс Нокайт Дастиша. Оранж снова отвечает Нокам по Золтерсу. Нави потихоньку-потихоньку подходит. Две минуты до нового круга. То есть она сужается. И Дальвейс Нокайт Холос Энпайя. Нави бегут просто на ноге. Сверху там... Нави все еще далековато. Нужно еще 100 метров пробежать. До кемпа, где сидят, собственно, Юнити. Да и там такой кемпик, знаешь, там половина кемпа обрезается кругом. Это не очень комфортно. Но это да, там у РД серьезная проблема. Адаузи и Бесла сейчас стоят за кругом. Вот он, Энтри Нок от молодого. Правда, он залетает не по Юнити, а по Фарзан. Рекреент, видите Зирина? Эх, не удалось ему зацепить. Зирин начал двигаться. Дальше там на пол хп. Залетело на минус 42 по телу. Есть информация теперь у Юнити. И тем временем погибает плейвизми. Нохнул клюксора, гипсейдинг его разменял. Нави начинает пуш кемпа. Но очень тяжело. Как-то смоки, может быть, раскидать, как-то потихоньку подсасываться. Потому что круг уже подходит. И времени не так много. Минута 20 на все про все. Адаузи погибает от зоны. Тяжело. РД тоже. У Батулина 5 хе-шек, смоков больше нет. У Рекрента тоже 5 хе-шек смока отсутствует. Садовник 4 хе-шки. Молодой 2 хе-шки, 1 смок. Вот сейчас он выкинул свой последний смок. Очень сильно задымили площадь этого кемпа. Но Батулина, к сожалению, пал в бою. Молодой пытается пробежать. Настреливают борзы. Очень-очень больно молодому. Лежит хилиться. Хе-шечки. Я думаю, нужно ребятам покидать рандомные хе-шечки. Хе-шечки. Должна садовником нокать. Да, нокает садовника. Добивает молодого. И тут еще Али добивает Рекрента. На Вик, к сожалению, заканчивает топ-12. Стеной стояли Юнити. Терпели демеджа. И по ним еще в спину работали форзы. Но справились. Очень хорошо. Ну, опытная команда. Да, сразу понимает. Если раскидывать смоки под кемп. В эти смоки нужно обязательно разогревать хе-шки. Мы видим то, что даже до кемпака команда Нави не добежала. Ну, не знаю. У них выбор был очень тяжелый. Либо вчетвером на тачке, либо вот так вот пешком. Жень, все внимание на северную часть круга. Ты посмотри. Сейчас камбэки там, возможно, будут закрывать ребят. Там севены. Там у нас нормоты. Сники Слейер с командой ЛХЖ. Джаст Вайт там нормально побахал. Два фрага, как минимум, для своей команды. Севены закончились. Максизор в относительной близости валяется. В таком вот небольшом ямке, в кустике. Лежит, загорает. Уже минимум топ-10 для своей команды. Он заработал, если зайдет в топ-8. Ну, хотя бы один поинт заработает. Это хорошо. На плейсинг все равно можно поиграть. Несмотря на то, что килы значительно полезнее. А лучше. Так это не только поинт. Это еще и плюс лут. Когда ты справляешься с противником в ближнем бою, ты можешь все обмундирование полутать. Это, конечно, круто. Бой. Драка. Камбэки. Против. Милки Вэй. Там, по сути, ребята хотели перейти на стадию ближнего боя. Но Милки Вэи отошли. Потому что Милки Вэев еще в бок начали напрягать спириты. Снизу тоже у нас веселуха продолжается. Фарзы чуть-чуть понокались. Попадали. ПВЕшники закрывают Юнити. Юнити нужно пробежать кружочек попутно. Тизерин хочет полутать аирдроп. Лутает фулл Т3. Но в бок настреливает Золтерс и Гришаня. Две СЛРки. Как же это жестко. Как же это больно. И Орэндж Сноу дал ног по Гришане. Может попробовать пройти. Не-не-не-не. На самом деле не всплывает. Слева сверху тоже у нас ротация от команды Зикс. Ребята заехали в круг. Посмотри, миновав Норбатов. И начинают по ним настреливать. Да, у нас начинаются файты на всех фронтах. Действительно Норбаты дерутся с командой Зюкс. Там тем временем Сники Слейер погибает от Лейзи. Алмакс забирает очки за Орэндж Сноу. ЛСГ занимает у нас девятое место. Терпят, терпят здесь Прочтей. Слайф Окс пытается пожить. Тем временем Юнити, я так понимаю, закончились. Да, я вижу то, что никого нет. Спириты спокойно отсиживаются. Милки Вейт пытаются напрягать камбэков. Максизор загорает. А смотри, что делают ПВЕшники. Под Хаешки пытаются выйти и загрывать команду Форзе. Хаешки прокинули, ногов не дали. И смотри, принимает решение чуть отступать. В принципе... А, ну вот, нашли Золтерса. Отлично. И теперь пойдут. Отлично. Замечательно. Добивают Золтерса. Хорошо. Но Гринхок и Гришаня находятся в невероятно плохой позиции. Тут и высота ниже уровня... Ну, не хотят какой-то уровень. На один уровень, примерно. И еще по Гришане. Он прилетает Хаешки. Шквальный огонь. Трех игроков. Почему трех? Да потому что Оззи в ноке. Громозека. Громозека настреливает. Гринхок сопротивляется. Взрыв машины. До свидания. Бух-бабах. Можно так сказать. И минус команда. Форс. Бадумс. Бадумс. Спириты. Вышли из кем положить. Посмотри. Нужно файтиться против мелки ВФ. Нужно в зону проходить. Зона очень... От них шифтанулась. Но хотя вот в этом ЛГ куча камней, куча деревьев. Могут они здесь спокойно пожить, почилить, поотдыхать. Камбэки, в принципе, с комфортом. Но есть хитрый агент. Агент Максим, который сейчас пытается... Я знаю песню про деда Максима, но вот это, видимо, тот самый случай. Ой. А нет. Показалось что-то в монитор. Прилетело. Это пулька от Овстринга, с М24, находит там Максизора. Возможно, тем самым немножко помогая камбэкам, вдруг Максизор бы как-нибудь кого-то там нокнул. И был бы шанс для ребят из Милки Вейв в зону-то зайти. Спириты въезжают на транспортном средстве. Ай-фай подъехал. Очень много, я вижу, контент сайтов. Ой, правда, тут Кива вылетел из тачки. Смог сразу на него накидываются. Но Кива за укрытием. И, по идее, его не добьют. Новую фичу вчера обнаружили в нашей любимой игре. Женя, не знаю, может быть, ты еще не в курсе. Если у тебя стоит контент сайт, то этот контент сайт ускоряет АДС основного прицела. То есть, условно, карабин с X8 и контент сайтом зумится вот так вот за секунду. Вообще нет анимации, считай. Как будто ты фаззум делаешь. Нормально. Но все равно сам по секунду сайт сомнительная приспособа. Неудобный коллиматор от пистолета. Такое. Да, можно было, наверное, и дефолтный как-то коллиматор сделать. Ну, да, да. Ну, сделали, как бы, ну, вот такое. Ну, как сделали, да, вот так сделали. Все правильно. Смотри, сейчас будет бутерброд у мелки вей, спириты идут. Спириты понимают то, что можно тут подъезд. Видят Just Fight. А те времена Фолдсу, если я нока и Товстрингад. Под Just Fight пока что не стреляли. Парные действия от Кива и Смадейки. В итоге погибает Just Fight. Мирадиан отвечает ноком по кисику. И Фолдсу сейчас дает хороший угол из-под Гаррика. Калаш в упоре. Правда, Фолдсу почему-то стреляет по смоку. Не видел он, как Мирадиан из этого смока вышел. В итоге Мирадиан чуть ли не спасается. Сейчас команда Милки Вей дает шансы Финику разрезать его. Кисик пока что в ноке. Фолдсу в ноке. Финик одного доел. Спириты поняли то, что кроме одного киллайма больше здесь, ну, покушать будет нечем. И отступили. А драк тем не менее продолжается. Там еще вмешались во всю эту перестрелочку ПВЕшники. Спириты пока на стороне. Ждут, пока все пофайтятся, подерутся, чтобы занять плейс побольше. Но все-таки надо, надо подняться из-под этого холма, где, собственно, стоят спириты. Фраги нужны, фраги нужны. Еще раз говорю, поинты действительно имеют ценность на этом турнире, в этом состязании. У Кива пытается с коричка что-то придумать, что-то сделать. У Кива на коричке Х8. Также за спиной М416 всеми любимая. Самая такая адепт-турмовочка. А у Айфая вообще две М416. Чего мелочиться, правильно? Такое жесткое соседство в Гарике. Овстринг и Финик на первом этаже. Кисик и Лэйзи на втором. ПВЕшники уже очень много пространства себе отвоевали. Фактически половину круга контролирует сейчас. И, возможно, даже судя по тому, что делает Алмакс, возможно, даже знает информацию вообще о всех оставшихся ребятах. Алмакс тут спину прикрывает своим ребяткам. Дальше пока что боится двигаться. Но информация точно есть, где находятся спириты. И информация была, что где-то вот в районе Гарика был у нас файт. Гарик пока что в зоне. Я так понимаю, да. То есть, в принципе, и Финик и Овстринг могут еще немножко пожить. Но вот спириты сейчас могут пофайтиться с ПВЕшниками. ПВЕшники ближе к центру круга стягиваются. Но их напрягает немножко камбэйки. Оззи работает по спиритам. Видит там айфая, видит кива. Посмотри, как где-то сзади. Но пока что все у спиритов более-менее нормально. Но ПВЕ прям много отжали себе. Это такой сочный кусок. Контроль территории немаловажен. Чувствует себя, опять же, комфортно и замечательно. Но вот Оззи с его точностью. Не проблема, где сидит соперник. Хорячка дает ног по айфаю. И тут же Алмакс поехал создавать какой-то супер-гипер-мега угол. Уехал на край зоны. Стреляет с СЛРочки. Напрягает пиритов. Но у Алмакса полдерева не в кругу. И это очень больно. Это очень больно. Да, пол-ХП потерял Алмакс от зоны. Просто от зоны. Гарри Поттер не в кругу. Там тоже начинается драка. Кисик на лоу-ХП. Финик, Офстринг хотят выйти. Финик уже вышел. Смокак находится. Подразменялись Финик и Лэзи. Однако Офстринг добил Лэзи. Кисик выходит. В соло. Без каски. Но с АКМом. Финика добивает. Офстринга видит. В него тоже стреляет. Надамажил сильно Офстрингом. Но Офстринг дал ответочку, естественно, в голую башку. Да, без каски невозможно играть в эту игру. Грамма Зека увидел Офстринга, который хилился в углу того самого Гарри Поттера. Той самой вышечки. И дал контроль. Спериты. Очень больно. Очень плохо. Киво остался один. Ван Мэн Стендинг. Бай Киво. Против четырех игроков команды ПВЕ. Я думаю, можно констатировать факт, что Киво здесь, скорее всего, не жилец. Окружили его со всех сторон. 7 КП. И Грамма Зека, вернее Ози, ставит точку. В первом раунде команда ПВЕ. Топ-1. 10 киллов. Все красиво было сыграно. Замечательно. Просто суперски. Но вот в этом матче, знаешь, что все-таки АВГ. АВГ 0 киллов видеть как-то не особо приятно. Да, хороший плейсмент. Да, хоть что-то получили. Но кильчики. Кильчики. Действительно важны кильчики. Спериты тоже что-то. Один фраг всего лишь. Киво сделал. И, казалось бы, хорошая позиционка была у спиритов. То есть миновали бутик. Зашли Пино. Как, получается, ребятам, которые файтились у Гарри Поттера. Да, это были камбэки. Только один фраг. То есть. Можно действительно хотя бы троечку набить. Там 3-4 фражика подстелить. Это и то был тот самый килл по Джаст Вайту. То есть в тот момент, когда спириты пошли зажимать Милки Вейв. Они увидели только Джаст Вайта. Сразу вдвоем с Мадейко вместе с Киво его нокнули и доели. И после этого, как бы, из той потасовки спириты больше ничего не вынесли. Ну, а в целом у них геймплей был такой, что... Да и в целом, если посмотреть, что происходило у нас по карте, у нас основные стычки были как раз-таки в левой части круга. Да, там и Na'Vi были, там и Forze, там и Unity. ПВЕ потом еще свою часть круга закрывали. И сверху, где погибали и RD, и AVG, и LXG, и кто там еще только не был. То есть там еще и были и Зюксы, то же самое. И Норботы, по-моему, там же погибли. А вот с правой части круга, да, ближе к воде, ближе к скалам, были только Милки Веи. И были, кто там у нас, получается, спириты. Ну и с кайфом. Все правильно. Какие, Женя, у тебя впечатления? Ну, пока обидно. Пока обидно за Unique, пока обидно за RD, пока обидно за Na'Vi. То есть как-то ребята совсем в этом матче, в этом раунде, в этом состоянии ничего не сделали. Там, то есть, максимум, там, по одному кильчику скинулись. Да, у Unique 1 кильчик, у RD 1 кильчик. А, 2-2-2 кильчика, там, Адоус и Клосомпай на кильчике сделали. И у молодого 1 киль, и то там по ФКшнику. Ну, это идет, конечно, зачет, но все равно. Да. Ну, вот такая вот у нас, ребят, первая карта. Я напомню, что сегодня, кстати говоря, я забыл вам сказать, что у нас сегодня будет сыграно 5 раундов. 3 Эрангеля, 2 Мирамара. Вот так вот. Это был первый Эрангель и, скажем так, матч-открытие сегодняшнего игрового дня. Коротенькая пауза, мы вернемся со следующим Эрангелем. Буквально 5-7 минут, у микрофонов все так же будут. Руслан Бэтшоу и Евгений Айлы. Никуда не расходитесь, матчи интересные, матчи крутые. Ждем вас к началу второго раунда. Ну, а пока музыка, музыка, музыка.